Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. Еженедельное аппаратное совещание состоялось в администрации округа в понедельник 29 июля. Какие вопросы обсудили руководители учреждений, расскажем в первом сюжете. Управление пенсионного фонда работает в штатном режиме. Все выплаты осуществляются в соответствии с графиками доставки. Произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Размер увеличения зависит от страховых взносов, которые за работника уплачивает работодатель, но не более трех баллов. Три балла составляют 261 рубль, 27 копеек. Где-то, получается, у нас произвели перерасчет около 6 тысяч работников у нас в районе. Это позитивно отразилось? Позитивно, но люди получат с 1 августа прибавку в пенсии. Немного, конечно, 260, не больше 261 рубля. Но, может, и меньше в зависимости от зарплаты. Если зарплата небольшая, то это и меньше. Ну, тем не менее, это кажется, прибавка будет. Ну, ясен. Парнигорская больница работает по плану. За выходные отвечает за рост оболотного травматизма. Где-то 42 человека прошло. Одно ДТП произошло. Тоже, не знаю, среди тяжести состояния пациента. Вот так работаем по плану. Хочется обратиться к населению, значит, что многие, сколько раз я говорю, что у меня прием есть с паричным вопросом с 4 часов вечера, каждый понедельник. Поэтому, прежде чем какие-то вопросы решать, на вышестоящем уровне прошло население, просто обращаться ко мне, которые вопросы мы решить можем вместе. Примавтодор занимается текущим содержанием дорог – уборкой и грядировкой, скашиванием травы. За прошедшую неделю Роспотребнадзором зарегистрированы по одному случаю – острой кишечной инфекции и пищевой токсикоинфекции. Четыре случая больничной пневмонии. Один случай – клещевого вирусного энциклабита. Три случая – эксодовый клещевый бриллиоз – это заболевание, передающееся клещами. Значит, три случая ветряной оспы. Укусы клещами, то есть присасывания клещами – 10 случаев. Районы присасывания, в большинстве это не наши, это Чугуевский район, Тернейский, Ольгинский, Веселый Ярд. На нашей территории, значит, это район аэропорта, район Садова, река Монастырка. Ну, видимо, это связано все-таки с выходом на работу на дачном участке. В любом случае, надо себя после дачи осматривать. По укусу животными три случая, из них один домашний кот и две бродячих собаки. Район обитания бродячих собак неустановим, наши специалисты. И по состоянию ОРЗ 95 случаев, 88 детей, в целом установка спокойная. Подразделение пожарных, там мы выезжали нарушение пожара в четыре раза. И один раз мы выезжали на военную спасательную работу. Остальное все нормально. У нас начинают опять гореть неэксплуатированные здания. Улица Индустриальная, это высшее общежитие. Можно будет посмотреть, чтобы ограничить до посторонних лиц и детей. Административная комиссия собирает материалы для очередного заседания. На сегодняшний день 23 уже готовы. Ведется работа с предпринимателями по наведению порядка в парковочных карманах. Военный комиссариат проводит мероприятие осеннего призыва. Гражданин первый реал предприниматель продолжает подготовку по СФП. В предстоящем будут производятся работы, ремонтная работа на тепловых сетях, на котельных. Много работ производится сверх плана, то есть сверхремонтных программ, подтвержденным по результатам гидравлических испытаний. Конкретно по бульварам сейчас заканчиваем работы. Сегодня продолжаем и ближайшие время заканчиваем в СФПК-24, чтобы не держать подрядчика по благоустройству. И дальше переходим также по первой зоне на набережную, набережную 26-27, как тоже можно. Ну и также ведем работы по остальным населенным пунктам Кавалирово, Красноречице, Ксержантово, Каменька. То есть там тоже ремонт на тепловых сетей. Все по-настоящему. Да, спасибо. Доходы в бюджет поступают в соответствии с планом. Расходные обязательства исполняются своевременно. Невероятно трагичное стечение обстоятельств привело к тому, что в субботу 27 июля на Шамаре на пляже Лазурный за полтора часа утонуло трое взрослых мужчин. Один на первом пляже и два на втором, отдыхающие из Еврейской автономной области. Все трое утонули в разное время в промежутке с 17 до 18.30 вечера. При том, что во Владивостоке наконец-то установилась хорошая солнечная погода. Но именно в это время, говорят очевидцы, поднялись неслабые волны. Отметим, что на Шамаре, бухта Лазурная, есть станция скорой помощи. Так что на вызовы медики реагируют оперативно. А вот спасателей на берегу не хватает. Очевидцы утверждают, что в момент трагедии рядом не оказалось ни одного спасателя. А ведь в этом году впервые за три года Шамару включили в список мест, где можно купаться. Правда, только ООО «ЛОЦ». Ранее 26 июня трое мужчин перевернулись в лодке на озере Ханка. Двоих спасли и отправили в больницу. А вот поиски третьего продолжаются. В воскресенье 28 июля отдыхающие на берегу бухты Руднева вытащили из воды женщину. Откачать ее не удалось. Архивный отдел администрации округа в июле отметил 75-летие. Как он создавался и как менялась с годами работы архивариусов, расскажем далее. Долгие годы в поселке Тетюхе не велась работа по сохранению и систематизации документов. Но поселок Рос, в него пребывали люди и вопрос о создании архива стоял остро. И 19 июля тяжелого 1944 года оргкомитетом Приморского краевого совета депутатов трудящихся было принято решение о создании райгосархива в Тетюхе. Необходимость назрела в связи с тем, что отделы управления райисполкома использовали созданные ранее документы в качестве макулатуры. Было военное время, была нищета, поэтому было принято решение. Где базировался архив, изначально как бы нами не установлено. И первым руководителем был мужчина, который занимал по архивным документам лишь полставки специалиста архивариуса. И параллельно выполнял работу начальника канцелярии. В нынешние времена это начальник управления делами в администрации. Его фамилия была Иванов Михаил Лаврентьевич. Поэтому как бы работа систематически не велась. Человек занимал две ставки, принесли документы на хранение, закрыл. И как бы и не использовались особо. А на сегодняшний день поступают запросы и от граждан, и от организаций. И люди просят выписки из решений райисполкома и за 1944 год, и за 1950 год. Чаще всего это решение о выделении земельных участков. Поскольку на сегодняшний день люди оформляют в собственности свое имущество. Приводят документы в порядок. А основной отвод земли как бы велся все-таки в 40-х, 60-х, 70-х годах. На протяжении 20 лет архив представлял собой просто склад документов. Упорядочивания, систематизация не производились. За 75 лет в отделе сменились 17 руководителей. Настоящий порядок там начала наводить Валентина Семеновна Калеева. Начали составляться описи документов, присваиваться номера фонда, расставляться на полки. И архив стал уже быть похожим на архив, а не на склад забытых вещей. Огромный вклад в развитие архивного дела на территории Данегорского городского округа также внесла Рева Ольга Иосифовна, Чернова Марина Владимировна, каждая из которых отработала более 10 лет в архиве. Как раз на их период работы пришло время распада СССР, ликвидации многих предприятий, создания и закрытия кооператива всевозможных частных фирм. И документы рекой текли к нам в архив. На сегодняшний день в Дальнингурском архиве около 50 тысяч единиц хранения. Ведется большая работа по приему документов личного происхождения. За 2019 и 2018 год у нас поступило порядка 10 фондов личного происхождения. У Литина Галина Николаевна, Заварохин, наш великий танцор, значит, деятели и работники предприятия «Дальполиметалл». Рахманов, отец и сын, Журавка, Савин и многие другие. Эти документы интересны тем, что поступают фотодокументы, свидетельствующие о их достижениях, успехах, ну а также характеризующие историю нашего района. Работа Дальнингурского архива давно вышла за пределы обычного хранения документов для последующей выдачи справок. Здесь и история в лицах, и характеризующий материал, а из решений и постановлений райисполкома порой вычитываются весьма интересные факты. Рабочий поселок Тетихи хотели назвать город Североприморск. То вот совсем недавно попалось нам, что село Мономахово хотели назвать село Партизанское. Тоже интересный факт попался ранее, как бы нам неизвестный. Захоронение партизан, которое находится на старом Дальнингурском кладбище, их хотели перенести в парк Березка. Вот, и захоронение, и поставить монумент. Ну, вот этим решением как-то это все наша история, не судьба была сбыться. Еще на территории Тетихи, читая, было очень много волков. Вот, читаем, что организовать работу по истреблению волков на Тетихе. Стремительное время диктуют новые правила работы во всех сферах. На сегодняшний день одна из приоритетных задач, поставленных Росархивом перед всеми остальными, перевод имеющихся документов в электронный вид. Поскольку документы старые, имеют свойство угасать, затухает текст, и чтобы сохранить важность этой информации, мы занимаемся систематически оцифровкой документов. В нашем архиве приобретено специальное оборудование для оцифровки документов. Это, вот, визуализатор архива 40С. Он позволяет бесконтактно, не прижимая документ, потому что порой это калька или, ну, истлевшая бумага, бесконтактно переводить документ в электронный вид. Все электронные образы документов вводятся и прикрепляются во Всероссийскую базу архивный фонд. Оцифровка архивных документов – кропотливая работа, требующая внимательного и бережного отношения к экземплярам. Перенос документов в единый информационный массив впоследствии значительно облегчает поиск и экономит время при исполнении запросов. А самое главное – больше не нужно доставать документы с хранилища и нарушать его сохранность. Эта задача была поставлена еще в 2002 году, но поскольку бюджеты наши, значит, очень низкие, и как раз на архив выделялось не так много средств, и эта работа проводилась стихийно. При помощи сканирующего оборудования, ну, обыкновенных сканеров, но это все было неправильно. Вот, просто как бы из-за острой необходимости. А в связи с приобретением в 2017 году мы приобрели визуализатор архива 40С и стали систематически регулярно вот проводить эту работу. Сейчас у нас главная задача – это оцифровать все решения и постановления, принятые с 44-го по, ну, настоящее время у нас в архиве, вот они находятся с 44-го по 2015-й год, полностью оцифрованы у нас 12-й, 13-й, 14-й, 15-й годы. И частично, значит, по мере обращения граждан организаций все эти электронные образы документов сохраняются и также, ну, подкрепляются. Потому что оцифровка должна идти сплошной, то есть полностью оцифрован быть каждый документ. Сейчас в архивном отделе есть фотодокументы. Но наладилась работа по сбору ценных фотографий только в 2017 году, когда специалисты стали активно сотрудничать с держателями личных фондов. Колесников Николай Васильевич предоставил очень много материала, большой объем фотодокументов. Это очень кропотливая, очень трудоемкая и долгая процедура по постановке каждой фотографии, каждой справочки, газетной вырезки на учет. Но все это очень интересно. Если от организаций и предприятий приходят уже упорядоченные документы и оформленные описи, то с личными архивами дело обстоит совсем иначе. Порой, чтобы обработать, поставить на хранение один личный фонд, требуется целый год. И не все документы личного происхождения могут попасть в окружной архивный отдел. Целесообразность приема документов от держателей личных фондов принимаем не мы решение. Принимает это решение экспертно-проверочная комиссия Приморского края. Но все документы, которые нами были отправлены, они все интересные, поэтому безоговорочно из первого раза они все были одобрены ПМК архивного отдела Приморского края. И мы их принимаем на учет. В архивном отделе администрации Дальнингурского округа трудятся два специалиста. Наталья Власова и Татьяна Авдошина. Руководит отделом Екатерина Солот. Силами этих трех женщин ведется огромная и тонкая работа по приему, систематизации, ремонту и оцифровке документов. Поиску информации в огромных хранилищах для выдачи справок и в целом сохранению истории Дальнингурского округа. Фонды Центральной библиотеки имени Ксении Богацкой пополнились новыми книгами. Обзор представленной литературы смотрите в нашем следующем сюжете. В Центральной библиотеке новое поступление книг из серии «Сибириада» издательства «Вече». Сборник повести и рассказов про мысловые были известного сибирского писателя Михаила Тарковского, сочетает живописные образы промыслового охотничьего быта и необыкновенные повороты сюжета. В одном из самых примечательных рассказов, что скажет солнышко, повествование ведется от лица охотничьей собаки по кличке Серый. Кроме того, в книгу входят отрывки из таежных дневников, рассказывающих о промысловом опыте в тайге. Чувствуется, что писатель сам человек бывалый, таежник, и пишет с таким знанием дела. Сборник повести и рассказов Александра Донских «Божий мир». Донских лауреат премии Валентина Распутина, есть, оказывается, такая премия для сибирских писателей. И вот он пишет о сибиряках, 20 век. Меня как-то затронул вот один тут момент в повести «Божий мир». Такая пожилая женщина рассказывает свою жизнь нелегкую, молодой своей подруге, и такой вот делает вывод и говорит, «Верь, Катенька, в людей, и все будет хорошо». Вот такой вот «Божий мир» Александра Донских вы можете почитать вот в этом сборнике. «Приказано не умирать» – роман известного волгоградского писателя Александра Цуканова об удивительной судьбе бывшего военного, а впоследствии старателя золотых приисков Аркадия Цукана. Вышла в серии «Офицерский роман. Честь имею». Очень интересный сюжет и легко написан. Как говорится, и для мужчин, и для женщин. Вызывает такую вот симпатию главный герой. Это где-то написано, время описывается, 50-е годы. Вот война прошла, наш герой, он фронтовик, офицер. Ну вот волею суде показался он в местах не столь отдаленных. А после он стал старателем золотопромышленной артели. Вот и бытность вот этой своей старательской деятельности как раз и описывает герой в романе «Приказано не умирать». Узнала много нового. Еще одна книга из серии «Офицерский роман. Честь имею». Сборник и звук повести «Господа офицеры», написанная Константином Поповым и записки военного летчика Петра Лепедявского. Это трагическое описание страшных событий Первой мировой и гражданских войн их непосредственными участниками, которые не оставят равнодушными даже самого строгого читателя. Сами, господа офицеры, писали свои вот эти произведения в Париже, когда они уже были в эмиграции. Чем отличаются вот эти произведения от других мемуарных по поводу Первой мировой войны и гражданской войны таким личным отношением и очень хорошим литературным языком. Авторы, несомненно, обладают литературным даром. Хочу сказать, что это автобиографическая проза. Вот я вот узнала, что, как воевал вот этот вот лейб-гвардеец, что было, как он защищал императора, а потом раз и революция, а потом раз и гражданская война, и он, как порядочный белый офицер, воевал за белое движение. Затем разочарованный, он попадает в эмиграцию в Париж и, как в Париже, выживает. Такой вот своеобразный булгаковский бег, можно сказать. Можно сравнить вот с этим романом Булгакова. Одна из новинок библиотеки, переизданный четырехтомник сочинений Сергея Довлатова, писателя, журналиста, яркого представителя третьей волны русской эмиграции. Ни одного текста, опубликованного в СССР до 1978 года, Довлатов перепечатывать ни при каких обстоятельствах не позволял. Уехал он в Нью-Йорк, где прожил 12 лет, и за 12 лет написал 12 книг. Там же и умер в 90-м году. В Нью-Йорке есть улица Сергея Довлатова. Для Америки это, как бы, дорогого стоит. Я, как бы, сравниваю его такой современный Достоевский. Конечно, это мое мнение, что Довлатов – это, в моем понимании, Достоевский. Достоевский, в чем это выражается в его произведениях? Его герои – это униженные и оскорбленные. И он считает, сам автор, что место писателя как раз среди них, среди этих униженных и оскорбленных, там, где разбиваются сердца, там, где погасли мечты. Вот он об этих людях и пишет. Он обладает очень таким характерным ироническим складом. У него неповторимый юмор, вот такой вот иронический. Ну, вот фраза его, самого автора, что писателями от хорошей жизни не бывает. В серии «Тайны великих художников» вышла книга Ларисы Райт «Последний шедевр Сальвадора Дали». С удовольствием я ее прочитала, вот эту книгу. И вам советую прочитать. Вот действие происходит в Испании. Вот такая весенняя Испания, цветущая. И главная героиня, юная художница Анна. И вот она встречает этого странного, великого человека Сальвадора Дали. И вот завязывается такой разговор. И он рассказывает, по сути, свою жизнь. О себе, о своих картинах, о своей любви к Гала, о своих встречах с Пикассо, обо всем. Я вот от Дали узнала очень много нового, интересного, на что мне рассказала вот эта неожиданная писательница для меня Лариса Райт. И вот наша героиня Анна, она становится таким важным звеном в последнем шедевре Дали. А какой последний шедевр? Я этого тоже не знала. Оказывается, последний шедевр Дали – это его театр-музей, который реально существует в Испании, и который вот нам об этом рассказывает автор. Среди новинок роман «Последний романтик» автора бестселлера «Есть молиться любить» Элизабет Гилберт. Писательница рассказывает о современном романтике, который решил оставить привычную и удобную, но не настоящую жизнь в городе, чтобы построить свой собственный мир в лесу и позвать людей за собой. В книгах была номинирована национальную премию в разделе научно-популярной литературы. Роман Алексея Иванова «Ни Настя» написан на основе реальных событий. По книге снят одноимённый телесериал, вышедший в 2018 году. Роман, он цепляет прямо с первой строки. Сидит наш герой в таком фургоне, спецфургоне для перевозки денег и должен перевозить некую большую сумму какого-то торгового центра. И вот он говорит про себя, думает, что ну вот что случилось, уже случилось, а чему не бывать, тому и не бывать, аминь. Вот такая вот у него молитва перед тем, как ограбить этот центр. Но роман не криминальный. Вот лихие девяностые нам показаны с точки зрения, как жить в мире хищников, имея свой кодекс чести у мужчины. Вот такой вот кодекс чести есть у нашего героя Германа. Почему такое странное название «Ненастья»? Вот автор, мне так кажется, я, конечно, могу и ошибаться, он назвал, в принципе, вот эту всю эпоху «Ненастья». Вот тогда у нас было «Ненастья в душе». Такая хмарь. Очень интересный роман, почитайте. В серии «Самое время» вышел новый фантастический роман Андрея Жволевского «Те, которые». Жволевский, он по профессии физик. И сантиментам, как говорится, не склонен. В 2000-е он ушел в журналистику, затем в издательское дело. А так как у него есть несомненный литературный дар, я так поняла, что он, прочитывая те опусы, которые ему несли писатели в издательство, и что он издавал, он понял, что он может писать не хуже. И он был прав. Потому что вот эта книга – одна из открытий для меня последних лет. Очень оригинальный автор. Даже вот название. «Те, которые». Вот такая мысль в этой книге. Между строк. «Люди, любите друг друга». Даже те, которые, которые не сильно, не очень, какие-то странные, вот об этих странных, каких-то особенных, он как раз и пишет. Четыре героя. Один, который как бы живет, переходя из тела в тело. Мистика – это сейчас модно, можно сказать. Один имеет дар целительства. Другой, не буду говорить вам подробностей, вообще что-то немыслимое. Но, несмотря вот на это все, на эти все странности, казалось бы, читается с таким вот, ну, пока не закончишь последнюю страницу, не закроешь. Чем эта беда закончится? Вот не успокоишься. Так что, рекомендую вам Андрея Жволевского и его роман «Те, которые». Приходите к нам в Центральную библиотеку, читайте книги, мы вас ждем. Сотрудники полиции разыскали водителя, сбившего пешехода в районе Горького и скрывшегося с места ДТП, сообщает Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России Дальнегорский. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Ранее сообщалось, что 20 июля на первом километре автодороги Дальнегорск-Черемшаны автомобиль совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа отдела полиции. В результате автоаварии от полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники госавтоинспекции установили личность автомобилиста им оказался 65-летний местный житель. Стаж вождения – 37 лет. В 2019 году мужчина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Полиция благодарит приморцев, оказавших содействие в установлении личности правонарушителя. В Уссурийске полицейские вернули владелице украденный кошелек с деньгами до того, как женщина обнаружила его пропажу. 33-летний местный житель подозревается в хищении. Возбуждено уголовное дело. Подробности в материалах наших коллег из пресс-службы отдела МВД России по городу Уссурийску. Находясь на маршруте патрулирования на улице Октябрьская в городе Уссурийске, сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на гражданина, который, заметив полицейских, ускорил шаг и попытался скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена владелица кошелька, 57-летняя продавец магазина. На момент прибытия сотрудников полиции женщина даже не успела заметить пропажу своего имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена владелица кошелька, 57-летняя продавец магазина. На момент прибытия сотрудников полиции женщина даже не успела заметить пропажу своего имущества. При просмотре записи камеры видеонаблюдения установлено, что злоумышленник находился в магазине и, воспользовавшись отсутствием продавца, похитил из-под прилавка кошелек. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что похитил кошелек из-под прилавка, когда продавец вышел в подсобное помещение. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В следственном отделе ОМВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям. Более одной тонны креветки разных видов обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 13 миллионов рублей. Подробности в материале пресс-группы ФСБ России по Приморскому краю. Пограничники задержали троих приморцев на побережье бухты Нерпа Кавалеровского района. Во время осмотра местности сотрудники службы обнаружили в автомашине и на берегу более 30 пластиковых корзин с вареной креветкой. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения даров моря, у задержанных не было. Жители Владивостока и находки утверждали, что отправились на машине на рыбалку. Рыбацкая удача им улыбнулась. Едва добравшись до места, они обнаружили на берегу бухты уже переработанные и расфасованные морепродукты. От соблазна забрать никому не нужное добро они не удержались. Так ли это на самом деле, теперь предстоит разобраться специалистам. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8 прим. 17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительно экономической зоне Российской Федерации или открытом море. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин